В последнее время это открытый регион 71, в рамках одного из сервисов у них запущен народный бюджет, который позволяет жителям самим определять, куда распределять денежные средства и на какой именно объект это можно осуществить. Также это есть в проекте One Click, там изначально просто выделена определенная сумма денег из бюджета 30 миллионов, которые жители сами распределяют, что это будет один парк или там 80 тысяч лавочек. В таких случаях проекты обычно запускаются и победитель определяется голосованием, в дальнейшем рассматривает различные комиссии и уже определяется дальнейшая судьба и финансирование. Самый первый проект народного бюджета был реализован в Астрахани с того, что мы нашли. У них на карте отмечались точки, где жители рекомендовали поставить тот или иной объект, проанализировать бюджет можно было. Также сейчас регионы, они относят это к аутсорсингу, но это не совсем так. Публикуются проекты, связанные с открытым бюджетом, запускаются они по нашим данным практически более чем в 20 регионах. Любой жилащий может посмотреть, какие финансы на что расходуются. Что хочет житель? В основном навести порядок в сфере ЖКХ и изменить городскую среду. Что касается порядка в сфере ЖКХ, здесь есть хороший проект «Дом, двор, дороги», «Красивая столица». Это «Чего хочет Москва», «Мой Воронеж». Проекты, связанные как раз таки с городской средой и порядком в сфере ЖКХ. Урбанистика. Есть очень проекты интересной городской навигации в Самаре. Они с помощью QR-кодов модерируют интересные объекты, которые жители отмечают. Потом вешается QR-код, они договариваются также с Мэрией. В принципе, с использованием QR-кода, это первый проект, который мы нашли, который сейчас реализован. Безусловно, это проекты, связанные с благоустройством. Здесь, наверное, самый известный «Чего хочет Москва», многие, думаю, из вас слышали. Также я бы хотела отметить, что есть проекты, связанные в сфере порядка в сфере ЖКХ, связанные с рейтингом управляющих компаний. Например, на Дальнем Востоке, в том же самом Ванклике, это реализовано с помощью сервиса рейтинга управляющих компаний, где формулу расчета рейтинга управляющих компаний был разработан и задуман сервисный подход. Жители сами определили изначально критерии, по которым управляющая компания может быть лучше. Это все сочеталось с общей федеральными рейтингами ЖКХ и составлялось потом в единую репрезентативную схему, где учитывалось также задолженности, какие-то иные показатели. Рейтинг управляющих компаний сейчас еще более трех регионов пытается внебрить, они тоже какие-то свои подходы разрабатывают. Есть также хороший проект «Общественная карта проблем Калуги» и Калужской области и «Новые пути развития Зеленограда». Они также касаются благоустройства, в целом совершенствования городской среды. Наверное, лидером среди проектов, которые были запущены в России, также является Татарстан. Для кого не секрет, что у них есть свои местные разработчики, своя силиконовая долина, которая генерит эти проекты. Если Москва где-то заказывать может, сейчас она, конечно, перевела это в собственные разработки, то Татарстан изначально все проекты создавал самостоятельно у себя в регионе. Что касается перспектив развития, скорее всего, в ближайшее время, как мы и думаем, может прийти в лечение проектов, инициированных органами власти. Я повторюсь, это проекты не носят, так скажем, обязательного характера, потому что очень трудно и дорогостояще внедрить в праутсорсинг. Это, безусловно, я сейчас никого не пиарю, это действительно инициатива, которую очень трудно в некоторых регионах реализовать, но они пытаются создать команду и составить действительно проект полезный и получить обратную связь от населения. Скорее всего, очень нравится в регионах внедрять проекты народного бюджета. Сейчас буквально, вот мы были на конференции открытого правительства, очень много регионов хочет внедрить это, потому что они считают, что нецелесообразно самостоятельно некоторые вещи определять, что жителям это сделать лучше. Это также городская среда, мониторинг проблем с Бородей и проекты местных сообществ. Например, какой-то район определяется, либо пытается создать проекты неких социальных сетей района и местные проблемы, то есть он будет как-то немножко спускаться. Много проектов также реализовано как, скажем, к рутсорсинг, как предвыборная технология, и, возможно, будет использоваться в будущем. Среди самых известных это проект Навального. Наверное, все слышали, если бы любой желающий мог отметить свой дом, либо принять активное участие, делалась рассылка. Но такие проекты имеют смысл, если они инициированы сильной личностью, потому что на выборах, чтобы мы за тобой пошли, нужно обладать большой харизмой. Миграция проектов из регионов. То есть сейчас, в основном, проекты сосредоточены в региональных центрах. Но все больше, например, вы можете посмотреть, есть такой хороший проект, «Гелабужская инициатива». Это маленький городок, в котором, так скажем, один из местных товарищей решил создать проект, в котором собирает идеи и в дальнейшем их ищет для них финансирование, например. И также возможно, что регионы сейчас находят возможности самостоятельно и своими силами эти проекты создавать. И есть большой запрос именно на гражданские инициативы. То есть, допустим, как это есть, например, сейчас в Твери, у них будет запускаться проект, и он придуман активной группой лиц, которые просто этот проект передают городу. Вот за счет таких решений в городах поменьше, где у них не такие большие бюджеты для того, чтобы реализовывать, поддерживать и развивать эти краудсорсинговые решения, он может развиваться в ближайшее время. И также, как я уже говорила, это объединение активных граждан, которые будут реализовывать проекты совместно с органами власти. Почему это важно? Я сейчас, честно говоря, не про то, что хорошо или плохо, когда органы власти участвуют в этом проекте, а о некой эффективности. Потому что большинство проектов связано все-таки с запросом снизу наверх. Проблема внедрения. Для того, чтобы разработать свой проект, можно, безусловно, проанализировать тысячи сайтов, как в России, так и по всему миру. Но конкретно у нас сейчас многие сталкиваются с тем, что не понимают, что хорошо, а что плохо для того, чтобы этот проект реализовать. Отсутствие механики работы с населением и взаимодействия с органами власти и организациями. Не совсем даже, если проект иницирован органами власти, понятно, как перемещать проблемы, как налаживать работу между общественными организациями, и кто должен быть задействован, чтобы проект действительно работал. Чтобы его не просто создали, и на нем висела какая-то статистика, а чтобы он постоянно работал. Потому что фасилитация – это управление проектами, которые поддерживаются изнутри. Не везде может быть возможно, и не всегда находятся специалисты, которые в регионе это смогут сделать качественно. Поэтому непонятно, как привезти на площадку тысячу человек, чтобы они тебе создали 8 тысяч хороших идей, качественных и интересных. Кадровый вопрос не менее важен, кого ставить во главе проекта, кто сможет за собой повести толпу. Потому что можно его просто создать, и он будет стоять. К сожалению, у нас есть проекты, ну так скажем, мертвые, которые один-два обращения в месяц, и те, что то можно назвать интересными. Также не все изначально задумываются о том, как будет продуман пиар и джар. Что касается пиара, это отдельная, так скажем, большая проблема, потому что проект должен транслироваться, как взаимодействовать со средствами массовой информации. Не потому, что это увеличит там, это не для амбиции нужно, а потому что население изначально отвергает, и он считает, что это не нужно, это неинтересно. И поэтому наладить с ними взаимодействие посредством постоянных публикаций, интересного контента, взаимодействия и активное участие средств массовой информации, или вообще, чтобы в этом проекте знали, интересовались и как к нему вкладывались, очень важно. И джар. Очень важно на интересы какие-то лоббировать, потому что не все захотят, если твой проект призван выявлять с точки продажи незаконного алкоголя, МВД или отдельный департамент не очень хочет быстро все это решать. Это ненужные проблемы, и умение выстроить с ними отношения это тоже очень большой вопрос. Проблем обмена опытом. Очень мало сейчас площадок, где могут собраться все проекты, их практически нет, и рассказать, что у них плохо и что хорошо. И так, чтобы на них могли приехать те, кто только пытается создать проект, или те, кто уже его реализовал. Крутсорсинг и законодательство. Как вы знаете, законодательство. Как вы знаете, крутсорсинг не закреплен, и если вы придумали, как решить 2000 вопросов в сфере ЖКХ, это еще не факт, что это кто-то примет, прислушается, это просто некая рекомендация, которую органы власти, если вы его, допустим, придумали, инициируете, решат от вас узнать. Или те же самые органы власти тоже не понимают, вот собрали они тысячу идей, а как их с этого портала собирать? Что это? Экспертное сообщество? Или это обращение граждан? То есть нет никакого статуса, который бы эти идеи во что-то облачал. Низкая вовлеченность населения. Несмотря на то, что крутсорсинг – это действительно интересная и полезная вещь, люди, если вы проанализируете эти проекты, посмотрев их на карте крутсорсинга и зайдя в каждый, например, люди не спешат ежедневно что-то публиковать, и, как правило, они заходят на такие порталы, чтобы только поругаться. Не поругаться между друг другом, а покритиковать, излить душу. Они предлагают где-то там, вот, например, «Чего хочет Москва». Они очень боялись, когда внедряли, что к ним придут тысячи недовольных граждан и будут писать не по теме, какой где парк, как реставрировать, а какие-то вещи про власть. Не то, чтобы они там против, чтобы говорили, но все-таки это определенная площадка для абсолютно определенных вещей. Либо люди вообще, в принципе, как это было в Якутске, когда там реализовался первый проект, заканчивают, они говорили о том, что это вообще такое за крутсорсинг, зачем он нам нужен, и так не слушают, а сейчас еще будет проект. То же самое было и опасения и в Липецкой области, и в Омской. Везде стоял такой вопрос. Даже на проектах, то же самое «Росъявы», которые, в принципе, активно можно посмотреть по статистике публикации, это не так часто происходит. И не разработана система количественных и качественных показателей. Что для проекта все хорошо, а что плохо. Сколько на твой проект пришло людей и какое количество они дали людей, нет информации, нет статистики. Никто это не анализировал еще. И самое важное, что, например, Москва, когда реализовывала наш город, у них достаточно высокий процент. Один процент зашел на сайт из всех жителей. Это реально высокий показатель. В других, я знаю, проектах «Сердитый гражданин», у них вообще 6 тысяч решенных проблем на 20 тысяч заявок. Проекты федерального, понимаете, только из более 80 регионов всего 20 тысяч обращений было. Это же мало. Но, безусловно, когда ты в этом разбираешься, ты понимаешь, что это очень крутой результат. Но в целом, вот каких-то показателей, которые ты, когда создаешь проект, и оценить, сколько ты хочешь получить на выходе, нет. Модерация – это одна из основных проблем в сфере проектов, которые задействованы на решение проблем. Потому что непонятно, что ты на свой сайт принимаешь, а что нет. Вот, допустим, вы решили создать проект, который выявляет в той же сфере ЖКХ нарушение. Непонятно, какие проблемы ты должен публиковать, а какие нет. Ведь если ты откажешься публиковать, потому что тебе кажется, что она недостаточно сформулирована, человек больше не придет. Он поймет, что ему отказали. А опубликовав, куда она пойти, в каком виде ты ее дальнейшем масштабируешь, куда ты ее отправишь и как ты это оформишь. Между порталом и органами власти. Вот «Сердитый гражданин» – один из самых крупнейших порталов. Столкнулся с такой проблемой, что они эти заявки передают, а там на них не реагируют. Потому что юридически они не обязаны. Они приняли, что-то ответили, безусловно. Но как так выстроить взаимоотношения? У себя на портале мы заключали соглашение, пробовали какие-то отдельно взятые министерства и заключали соглашение о том, что они наши проблемы рассматривают не очерки. Москва же, наоборот, они четко зафиксировали то, что относятся к определенным департаментам, и дальше это не принимали. Реагирование на заявки. Москва – 8 рабочих дней, Куцк – 3, Липецк тоже чуть ли не мгновенно. Но мы все понимаем, что мы можем говорить все, что угодно, но все спешат соблюдать срок 30 дней. Это одна из основных проблем, даже если вы будете разрабатывать проект какой-то, как сделать так, чтобы ускорить ответ на ваши заявки. И ответственность за исполнение. Человек получил, и дальше с этим ничего не делает. Безусловно, здесь не идет вопрос обведения уголовной ответственности или административной, простите, да. Все равно это является одним из факторов. Также это заканчиваю качество идей, возможности реализации, финансирования. Это то, на что вы должны обращать внимание. Активность местного сообщества и отсутствие критериев оценки. Подумайте, пожалуйста, о том, как вы будете оценивать все эти пункты, если будете разрабатывать проект. Антон сейчас перейдет. Минуту буквально я вожусь, потому что, да, уже было бы очень долго, чтобы не занимать машину. Ничего страшного, очень интересно рассказывать, по крайней мере, мне бы очень интересно. Так, куда? Победать? Да, ну, собственно говоря, об этом как раз Светлана рассказывал. А вы можете писать подальше? Да, да, конечно, конечно. То есть, действительно, Светлана очень интересно рассказывал в целом о краудсорсинге. Мы видим, что проектов огромное количество, и она их перечисляет, перечисляет, какие-то из них записали, какие-то, наверное, нет. Их реально очень много. Мы сами до того, как стали работать над картой, просто не знали о существовании такого огромного количества проектов. И поэтому, собственно говоря, и в качестве первого шага и появилась идея создать эту карту, чтобы любой желающий мог зайти и посмотреть. Как правильно сказала Светлана, есть проекты федерального значения, которые работают везде, без привязки к кому-то регионам. Есть региональные сайты, региональные проекты, или сайты, или платформы, по-разному можно называть, которые работают в неком ограниченном количестве регионов. И, конечно же, есть тематические категории, о которых очень подробно рассказывала Светлана. Так вот, сама карта просто не занимает ваше время, она доступна на нашем ресурсе, и она, скажем так, структурирует все проекты по регионам и показывает, какое количество проектов доступно в том или ином регионе. Те цифры, которые есть обозначены, они, может быть, немножко устарели, потому что этот скрин был чуть-чуть ранее сделан. Но суть в том, что вы, когда открываете, и увидите просто распределение по России в целом, у вас есть возможность, сейчас расскажу, если вы увеличите область, соответственно, у вас есть возможность посмотреть, какие проекты уже в том или ином регионе, вот как раз сейф Байкал, о котором Светлана говорила, и каким образом мы решили проблему с федеральными проектами. Мы долго думали, куда же их поставить, потому что они вроде как относятся и ко всем, и вроде как и непонятно, куда их ставить. Поэтому мы решили разместить их, такую отдельную ссылочку, которая доступна во всех окнах. Нажимаете получить информацию подробную по данному проекте, можете перейти на него. А если нажмете на ссылку вот с федеральными проектами, они все открываются здесь. Пока вот так. Пока вот у нас, например, такое количество федеральных проектов. Их наверняка больше, потому что это первый шаг, когда мы всю эту информацию собрали и разместили ее для вашего удобства. Ну и плюс, как правильно сказал Светлана, есть разделение по тематикам, по категориям, по сферам проблем, которые решает тот данный проект. Тоже есть возможность отфильтровать и получить, соответственно, уже, ну, кому интересно, я думаю, что понятно, кому интересно, всем и жителям, и органам власти, и средствам массовой информации. Доступна она по вот этому адресу, ну, или если зайти на наш сайт, то, соответственно, там сверху есть ссылочка. Все, буквально я закончил. Алексей очень правильно сказал, что действительно мы освещаем все аспекты и социальный, и бизнес, и политический. Если кому интересно, вот у нас здесь есть такие разделы у нас нашего сайта. Нажимайте на первый пункт. Все, касающиеся краудсорсинга. А дальше уже все остальные разделы, сервисов очень много. Потому что это то же самое, как краудфандинг. Он может быть и бизнесовым, и социальным в том числе. Поэтому, если какие-то вопросы есть, я думаю, больше степени к Светлане, потому что исследование... Ну да, если есть, то ответим. Смотрите, есть вопросы. Тогда, если можно менять.